Доброго времени суток! В эфире Крутящий момент. Программа об автомобилях и всем, что с ними связано. Сегодня в выпуске. Детское кресло со встроенными подушками безопасности. Китайцы анонсировали выход в России конкурента Lada Largus. И новый Kia Rio X-Line. Начало продаж уже в ноябре. С каждым годом автомобили становятся все безопаснее. И я уверен, что высокую смертность на дорогах в конечном итоге победят именно технологии, а не штрафы за нарушение ПДД. Производители постоянно проводят краш-тесты своих автомобилей и многие, даже недорогие машины, показывают отличные результаты. Однако оказалось, что такие тесты проходят не только сами автомобили. В мире успешно прошло краш-тест детское автомобильное кресло со встроенными подушками безопасности. Устройство распознает перегрузки, характерные для ДТП, и за 0,05 секунды раскрывает две подушки, размещенные в лямках сиденья. Таким образом, удается обеспечить дополнительную защиту шеи и головы малыша. По данным производителя, за счет применения подушек безопасности, нагрузка на шею и голову ребенка снизилась на 55%. Само же кресло рассчитано на детей в возрасте от 4 месяцев до 4 лет. В скором времени оно может появиться и в магазинах России. Однако, вероятно, цена будет кусаться. И тут решать уже вам, платить за доп. безопасность ребенка или нет. Хотя, на мой взгляд, лучше переплатить за такое кресло, чем, например, за какую-то особенную отделку салона или, например, панорамную крышу. Китайцы анонсировали выход на российский рынок минивена Grator AX7. Это автомобиль с поистине китайским дизайном, который может составить конкуренцию Ladi Largus в этом сегменте. В качестве главных преимуществ китайцы перед отечественным автомобилем журналисты отмечают низкую стоимость первого. И условно богатое оснащение для этого класса. Это система стабилизации, отделка кожи и так далее. На родном рынке AX7 стоит 56 тысяч юаней. Это менее полумиллиона рублей. Максимальная комплектация стоит в пересчете на рубли 530 тысяч. Таким образом, у отечественного Largus действительно может появиться серьезный конкурент. Ведь на момент подготовки программы я не смог найти в продаже, по крайней мере в Казани, Largus дешевле 600 тысяч. Конечно, российские цены на AX7 еще неизвестны, да и дизайн автомобилей из Поднебесной вызывает вопросы. Но если быть честным, и Lada Largus, скажем прямо, не красавец. Так что конкуренцию на рынке я все же приветствую. Ведь в таком случае, как правило, выигрываем мы с вами, покупатели. В России начали сборку Kia Rio X-Line. От обычного Rio автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом до 17 сантиметров и подвеской с измененными настройками. Также можно обратить внимание и на декоративные накладки на кузове. Вообще, X-Line это такой своеобразный ответ Lada Vesti Cross. Автомобили будут бороться за одного и того же покупателя. X-Line получил те же двигатели, что и седан. Моторы объемом 1,4 литра мощностью 100 лошадей и 1,6 литра на 123 лошадки. Будут варианты с механикой и автоматом. Продажи Kia Rio X-Line в России начнутся уже в ноябре. Тогда будет больше подробностей об автомобиле. Я же почти уверен, что машина станет бестселлером. Главное, чтобы цена была адекватной. На сегодня это все. Максимального вам крутящего момента и до встречи!